МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия продолжит поставлять оружие Сирии. Об этом в среду заявил глава Рособороныэкспорта. При этом российские поставщики настаивают, что экспортируют только средства обороны. Россия по-прежнему осуществляет поставки оружия в Сирию и продолжает это делать, несмотря на военные действия, происходящие в этой ближневосточной стране. Об этом в среду сообщил глава Рособороныэкспорта Анатолий Исайкин. В Сирии мы точно так же выполняем свои предыдущие обязательства по поставке техники, военной техники, я имею в виду. Но эта техника, хотел бы сразу подчеркнуть это, не является, скажем, техникой наступательного характера. По его словам, поставки включают системы ПВО и ремонтное оборудование для различных видов вооруженных сил. И не включают оружие, используемое для атак, например, самолеты или вертолеты. Он также отметил, что данный экспорт не нарушает международное законодательство или резолюции Совета безопасности ООН. Запад обвиняет Россию в том, что она поставляет в Сирию не только средства обороны, но и боевую технику. Между тем, сирийская сторона заявляет, что все поставки из России идут согласно старым договоренностям, подписанным еще до начала кризиса. Напомним, ранее Москва наложила вето на три резолюции Совета безопасности ООН, целью которых было оказать давление на президента Сирии Башара Аль-Асада. По мнению российской стороны, уход президента с поста не должен быть условием для проведения переговоров и урегулирования конфликта. Сирийская революция продолжается с марта 2011 года. По различным данным, в результате боевых действий погибло от 30 до 60 тысяч человек. По территории Греции, Албании и Италии в скором времени будет протянут газопровод, который позволит Европе получать азербайджанский газ напрямую. Соответствующее соглашение в среду подписали представители трех стран. Об этом подробнее. Албания, Италия и Греция 13 февраля подписали соглашение о строительстве трансадриатического газопровода. Он начнётся в греческом городе Каматини, пройдёт практически через всю Грецию, пересечёт Албанию и потом по дну Адриатического моря достигнет итальянского порта Бриндизи. Оттуда газ будет поставляться в Западную Европу. Общая протяжённость газопровода составит 800 километров. Предположительным источником газа станет азербайджанское месторождение Шах-Денис. На подписании присутствовали премьер-министр Греции Антони Самарос, министр экономического развития Италии Карадо Пассера и вице-премьер Албании Эдмон Хаджиноста. По словам греческого премьера, проект поможет создать в стране не менее 2000 рабочих мест и привлечёт полтора миллиарда евро инвестиций. Основная цель трансадриатического газопровода – сократить зависимость Европы от существующих поставщиков газа, включая Россию. Он станет частью проекта «Южный газовый коридор», призванного соединить ЕС с месторождениями в Каспийском и Ближневосточном регионах напрямую. Среди акционеров проекта – швейцарская энергетическая компания «Акспа», норвежская «Статойл» и немецкая «Эон Рургаз». 12 февраля Пхеньян провёл своё третье ядерное испытание. Сначала об этом сообщили южнокорейские СМИ, позже информацию подтвердили и власти КНДР. Как сообщили во вторник южнокорейские СМИ, КНДР, по всей видимости, провела ядерное испытание. «Похоже, Северная Корея провела сегодня своё третье ядерное испытание. Два предыдущих были в октябре 2006 года и в мае 2009 года». Международная организация «Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» сообщила, что во вторник она зафиксировала в Северной Корее необычную сейсмическую активность. Позже с соответствующим заявлением выступил и представитель Министерства обороны Южной Кореи. «Мы подозреваем, что оно третье ядерное испытание было проведено. Искусственное землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в уезде Кельджу провинции Хамгён, сегодня в 11.57». В Минобороны Юга полагают, что мощность ядерного взрыва составляла 6-7 килотонн, и что могут последовать дополнительные испытания. «Мы в состоянии повышенной готовности на случай ещё одного ядерного испытания или запуска ракеты со стороны Северной Кореи. Мы полностью мобилизуем совместные разведывательные ресурсы Южной Кореи и Соединённых Штатов». Позже Северная Корея подтвердила, что успешно провела своё третье ядерное испытание, использовав небольшое устройство, но с большей взрывной силой, чем во время предыдущих тестов. Как сообщило южнокорейское новостное агентство Йонхаб, в понедельник Пхиньян проинформировал Пекин и Вашингтон о своих планах провести испытания. Национальная нефтяная компания КНР получила от Вашингтона разрешение на покупку канадского нефтяного гиганта «Нексон». Между тем, не все американские законодатели с этим согласны. Третья по величине нефтяная компания Китая China National Offshore Oil Corporation, или CNOOC, получила право на поглощение канадской «Нексон». Сумма сделки составит рекордные 15 миллиардов 100 миллионов американских долларов. Последним органом, который дал добро на эту покупку, стал Комитет по иностранным инвестициям США. Разрешение Вашингтона требовалось, потому что у «Нексон» имеется много американских активов в Мексиканском заливе. Ранее CNOOC также получила одобрение Канады, ЕС и Великобритании. Сделка предоставит CNOOC права заниматься нефтедобычей в некоторых районах Северного моря, Западной Африки и Мексиканского залива, а также на Ближнем Востоке и, конечно, в Канаде. «Это представляет китайской национальной нефтяной компании возможность обеспечить поставки сырья, что имеет большое значение для Китая, особенно в свете растущего спроса и прогнозов касательно будущего спроса». Изначально существовали большие сомнения, даст ли регулятор США добро на эту сделку. Ранее в 2005-м Вашингтон заблокировал попытки CNOOC поглотить американскую Unicle. Запросы на поглощение со стороны других китайских компаний также были отклонены. В основном и соображений безопасности. Впрочем, и в этот раз сделку поддержали не все. Член Палаты представителя Демократической партии Эдвард Марки уже объявил о планах разработать законопроект, который не допустит подобных соглашений в будущем. По его словам, права на нефтедобычу в Мексиканском заливе означают, что CNOOC будет получать американское сырье и при этом не заплатит ни копейки американским налогоплательщикам. Тем временем акционеры, по всей вероятности, довольны результатом. После обнародования новости акции Nexon поднялись на 2%. Как ожидается, сделка будет завершена в конце этого месяца. Папа Римский уходит. Последняя всеобщая аудиенция Бенедикта XVI состоится 27 февраля, после чего он сложит в себя полномочия. Как сообщили в Ватикане, главная причина – состояние здоровья понтифика. Папа Римский Бенедикт XVI уходит с поста главы Римско-католической церкви. Об этом понтифик объявил в понедельник. В заявлении, выпущенном Ватиканом, он сказал, что у него больше нет сил выполнять свои обязанности. Таким образом, он станет первым папой за 600 лет, который добровольно уйдёт с занимаемой должности. 85-летний понтифик сказал, что в последнее время его покидают силы настолько, что он, цитата, «не способен адекватно выполнять возложенные на него полномочия». Представитель Ватикана сообщил, что Бенедикт сложит в себя полномочия в 19.00 28 февраля. После этого начнётся процесс выбора нового Папы Римского. Напомним, имя понтифика в миру – Йозеф Алоис Ратцингер. Он стал самым старшим папой на момент своего избрания 19 апреля 2005 года. Он также стал первым главой католической церкви немецкого происхождения за последнюю тысячу лет. Далее в выпуске. В Великобритании зависимость от социальных сетей официально признали заболеванием. Российский законопроект о резиновых квартирах не поддерживают эксперты. В Украине может сократиться ввоз импортных лекарств. Китайский Новый год встретили в Гонконге завораживающим фейерверком. В Великобритании зависимость от социальных сетей официально признали заболеванием. Теперь в медицинских центрах страны людей отучают от сетей Facebook и Twitter. А как распознать эту зависимость? Об этом далее. Ни для кого не секрет, что социальные сети и всевозможные виртуальные сообщества стали неотъемлемым атрибутом современной жизни. Они помогают оставаться на связи с друзьями, заводить новые знакомства и даже вести профессиональную деятельность. Но у этого есть и обратная сторона. Социальные сети, как оказалось, могут вызывать настоящую зависимость, заставить человека забыть о реальном мире и полностью погрузиться в виртуальный. По данным исследования Университета Чикаго, такая зависимость может быть даже еще более сильной, чем алкоголизм и курение. В России и других странах СНГ вряд ли найдутся специалисты, которые бы помогли справиться с этим состоянием. А вот в Европе на этом специализируются многие клиники. Например, в Великобритании это навязчивое желание официально признали зависимостью. Теперь пациентов отучают от длительного сидения в Facebook или Twitter. О том, что привязанность к социальным сетям у неё есть, писатель и иллюстратор Джемини Адамс говорит открыто. Теперь она пытается побороть это пристрастие при помощи йоги и длительного воздержания от сети. «Когда кто-то комментировал то, что я написала ранее, в душе возникал большой подъём. Я помню, что когда я курила, то это было подобное чувство, чувство воодушевления». Сегодня Адамс не сидит на Facebook более получаса. А раз в неделю она вообще не выходит в сеть в течение суток. «Как писатель я работаю дома, и мне приходится проводить много исследований в сети. Я обнаружила, что обычно я пишу минут 20, а потом захожу на Facebook на минутку всего, чтобы что-то проверить. Но самая опасная вещь заключается в том, что ты заходишь якобы на минутку, чтобы что-то там проверить, а в результате сидишь там минут 30, то есть полчаса твоего времени просто исчезает». Джемини даже написала иллюстрированную книгу под названием «Диета Facebook», где в шутливой форме описала эту зависимость. «Такое подсознательное пользование – самое опасное. Нужно установить время, сказать, я собираюсь сидеть на своей страничке не более 10 минут в день, или проверять её один раз утром и вечером. Если вы это сделаете, то у вас будет целый свободный день. Мы не знаем, сколько на самом деле времени там проводим, и это то, что я увидела. Я поняла, что потеряла былую производительность, поэтому поставила себе искусственные рамки». Согласно исследованиям Университета Чикаго, такие события в социальных сетях, как лайки или ретвиты, вызывают у пользователей чрезмерное выделение гормона дофамина, который отвечает за чувство удовлетворения. Доктор Ричард Грэхам говорит, что за год к нему приходит около ста пациентов с зависимостью от социальных сетей и компьютерных игр. Среди них есть и дети, и взрослые. «Они начинают избегать или вообще перестают заниматься необходимыми делами, даже элементарно не ухаживают за собой. Они откладывают еду, не пьют, не спят, пропускают встречи или опаздывают на работу или учёбу». Доктор говорит, что лечение в основном заключается в полном воздержании от виртуальной жизни и организации других занятий. Кроме этого, он также определяет и устраняет факторы, которые заставляют человека вновь и вновь погружаться в эту заманчивую интернет-среду. Венеция вновь страдает от наводнения. Небывало сильные для этого времени года дожди привели к тому, что улицы города оказались под водой в перемешку со льдом. На севере Италии продолжаются дожди со снегом. Жители многострадального города на воде Венеции теперь столкнулись не только с повышенным уровнем воды, но и с ледяной массой на её поверхности. Это площадь Святого Марка. Местным жителям и туристам приходится запасаться резиновыми сапогами, а также любыми длинными предметами, которыми можно пробивать себе дорогу. Непрекращающиеся дожди привели к тому, что уровень воды поднялся до небывалого уровня для этого времени года. Он превышает норму почти на полтора метра. Знаменитый Гранд-канал и пешеходная часть возле него теперь слились в одну реку. На их фоне мост Риалта приобрёл ещё более волшебный вид. Несмотря на такую погоду, прохожие в Венеции, похоже, находятся в хорошем расположении духа. Власти обещают, что уровень воды может подняться на 1,6 метра. В таком случае под водой окажется более 60% территории города. В то время как Российская Государственная Дума рассматривает законопроект о так называемых резиновых квартирах, то есть о жилплощаде, на которой эффективно зарегистрировано слишком много людей, эксперты его не поддерживают. В вопросе разбирался наш корреспондент. 15 февраля будет рассмотрен в Госдуме законопроект об ужесточении законодательства в области миграционного учёта. Но у экспертов документ вызывает противоречие. Поправки предлагают ужесточить санкции как для граждан, проживающих не по месту регистрации, так и для самих хозяев жилья. Самые жёсткие – за фиктивную регистрацию. В первую очередь это коснётся резиновых квартир. По данным миграционной службы, таких в прошлом году в России выявлено 6400. В них фиктивно зарегистрированы 300 тысяч человек. «Именно вот на таких собственников жилья, которые извлекают неправедный доход, создавая резиновые дома, и на коррумпированных должностных лиц, в первую очередь направлен вышвыказанный законопроект». Его авторы считают, новая учётно-регистрационная система также поможет выявить скрывающихся преступников и правонарушителей, но не нарушит гарантированные конституции права российских граждан. Введённый с 1993 года уведомительный характер регистрации сохранится. Однако многие эксперты не поддерживают законопроект. Правозащитники предлагают упростить систему регистрации и сделать возможный в любом помещении, не обязательно жилом. «Не надо бояться того, что мигранты будут жить в модульных строительных вагончиках, в офисах и в прочих неприспособленных для этого помещениях. Если они там живут и возможно там жить, ничего страшного. А вот если невозможно, то нужно наказывать работодателя за наличие невыносимых условий проживания, но это не предмет регулирования регистрационного учёта». Эксперты отмечают, новый закон уравнял в правах россиян и гастарбайтеров. Ужесточение, возможно, оправдано для приезжих, но неприемлемо для российских граждан. «Сейчас в стране не по месту своей постоянной регистрации, вообще без регистрации по фактическому месту проживания, живёт порядка 13-14% населения. Это легко подсчитать от 140 миллионов, сколько это миллионов человек. В Москве таких людей 25%. Эксперты считают, власти ищут решение проблем в прошлом в старой советской прописке. «Те нормы, которые там предложены, и практика, которая за ними или последует, или уже даже ползучи реализуется, она направлена против всех, кто живёт, как у нас когда-то говорили, ни там, где прописан, ни с тем, с кем расписан». Между тем, для россиян фиктивная регистрация у пожилых родителей является единственным способом сохранить право на их муниципальное жильё. НТД, Москва, Россия. В Украине вводится лицензирование импортных лекарств. Предполагается, что это обезопасит пациентов от подделок. Но активисты уверены, поставки многих зарубежных препаратов могут сократиться, и препараты даже могут исчезнуть совсем. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Возле аптеки в центре Киева выстроилась длиннейшая очередь за лекарствами. Так, активисты протестуют против закона о лицензировании импортных медикаментов, который вступит в действие с 1 марта. По их мнению, он парализует ввоз зарубежных препаратов в Украину. Пациентов с диагнозом Ирины заболевания мышечной системы в Украине около двух тысяч. И препараты, которые они принимают, не имеет отечественных аналогов. Ирина опасается, если импортерам создать дополнительный барьер в виде лицензии, то ввоз нужных ей препаратов может быть задержан. То есть, даже если эти лицензии будут выдаваться и все остальное, мои препараты будут завозиться в последнюю очередь. Потому что производителю нет смысла ввести несколько пачек препарата. Они будут в первую очередь заниматься ввозом более популярных лекарств. Для меня это означает, что не будет лекарств. А если не будет лекарств, то я не смогу утром просто подняться и не смогу жить. В Украине около 70% препаратов импортные. В некоторых областях они практически не имеют отечественных аналогов. 18 пациентских организаций выступают против закона о лицензировании импортных препаратов. По их мнению, медикаменты подорожают, так как в их цену войдет стоимость лицензии, а также сертификата качества, который необходимо будет получить в украинской лаборатории. Каждый месяц на лекарства у нас уходит значительная часть семейного бюджета. Мы не можем себе позволить платить больше. И если этот закон будет принят, он означает для меня большую катастрофу, потому что я буду платить больше в два или три раза. В Государственной службе по лекарственным средствам утверждают, дефицита импортных медикаментов не будет. В то же время новый закон убережет пациента от фальсификата. Наш пациент также должен быть защищен и гарантирован, что он покупает в аптеке, что ему назначают в больнице качественный, эффективный и безопасный лекарственный препарат. Пока что лицензионные условия не разработаны. Они будут вводиться поэтапно до конца года. В то же время советник министра здравоохранения уверена, что в принятии такого закона необходимости нет. Лицензия, которая будет сопровождать импорт, она очень будет повторять по своим процедурам лицензию на оптовую торговлю. Поэтому зачем было вводить новый вид лицензирования, если можно было дополнительно тот же контракт, о котором все время идет речь, вписать в требование по лицензии на оптовую реализацию. Противники лицензирования импортных препаратов призывают президента Украины отменить закон. И пока эта норма будет действовать, они угрожают бессрочными акциями протеста. NTD, Киев, Украина. 14 февраля в Нью-Йорке завершились показы в рамках недели мода «Мерседес Бенц». Давайте посмотрим на одну из самых романтических коллекций недели от Каролины Эреры. Романтическая фантазия под музыку, вдохновленную сонатой Бетховена. Именно такое предстала новая коллекция осень 2013 венесуэльско-американского дизайнера Каролины Эреры на неделе мода «Мерседес Бенц» в Нью-Йорке. В этот раз наряды отличались особой элегантностью. Палитра цветов, вечерних платьев и повседневной одежды весьма разнообразна – от оттенков розового, коричневого и серого до рубинового, сапфирового и изумрудно-зеленого. Модели идут по подиуму под музыкальное сопровождение, которое называется «Капричио для Каролины». Оно было специально создано для показа по мотивам сонаты Бетховена номер 9. «Музыка является очень важной частью этой коллекции и была создана по мотивам сонаты Бетховена для фортепиано и скрипки. Это была частью процесса создания всей коллекции. Эта коллекция в стиле 40-х годов прошлого века для 2013 года. В ней присутствует много драматизма, много романтики и немного меланхолии». Дизайнер говорит, что начинается показ с приглушенных оттенков, а потом, как и музыка, палитра нарядов переходит на крещендо, то есть самые громкие цветовые ноты. Узкие талии, фигурные рукава и простые юбки со шлейфом от всего этого веет духом Голливуда 40-х. Настроение создают отделка бисером и камнями, а также ткани – шелк, шифон, сатин и вельвет. Еще одна изюминка – разноцветный мех, который удачно сочетается как с пиджаками, так и с блузами и юбками. Эрера также создала несколько нарядов в белом и черном цветах. В таких платьях можно сразу отправляться на вручение Оскара или королевский бал. 10 февраля в Азии начались празднования по случаю Нового года по лунному календарю. В каждом регионе это событие встречают по-своему. К примеру, в одной из китайских провинций существует вековая традиция, которую называют «играми с раскаленным железом». Давайте посмотрим. Это можно назвать одним из самых зрелищных, но в то же время и опасных новогодних представлений в мире. По-китайски оно называется «да шухуа». Температура жидкости в этом котле – 1000 градусов. Человека она может убить мгновенно. Этот мужчина выплескивает раскаленное железо на холодную кирпичную стену, от чего во все стороны разлетаются искры. Зрелища поистине завораживающие. Именно так в китайском уезде Вэйсянь провинции Хэбэй празднуют Новый год по лунному календарю последние 500 лет. Это действительно зрелищно. Это достойно того, чтобы быть занесенным в список нематериального культурного наследия нашей страны. Так красиво. Человек, выплескивающий железо, облачен в специальную одежду, которая предохраняет его от ожогов. Сейчас храбрецы, принимающие участие в этом представлении, используют последние защитные разработки. У их предков такой возможности не было. Впрочем, такой род деятельности по-прежнему вызывают уважение и восхищение у местных жителей. Я слышала, что представление Дашухуа – это игры храбрых. Я увидела его сегодня, и это действительно так. Это так чудесно. Я очень взволнована. Это очень красиво. Не обращая внимания на потенциальную опасность быть обожженными, посмотреть зрелищное шоу, как и сотни лет назад, приходят толпы людей. Для китайцев Новый год по лунному календарю – один из самых главных праздников в году. Гонконг встретил год змеи завораживающим фейерверком. Огненное шоу состояло из восьми отделений и продолжалось 23 минуты. В небо с барж, расположенных в заливе, было запущено 23 888 снарядов. По некоторым оценкам, посмотреть на зрелище приехало около 340 тысяч туристов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И представление в Сидней вновь собирает полные залы. Наш корреспондент пообщался со зрителями после шоу. Коллектив Шиньюнь Пифо Минац возвращается в Сидней, собирая полные залы. Концерты классического китайского танца и музыки, признанные многими как лучшие в мире, проходят в австралийском мегаполисе уже седьмой год подряд. Профессиональная болливудская танцовщица Джоти смотрела это представление уже в третий раз. «Красиво. Это не подлежит описанию. Невозможно описать словами. Ты просто это чувствуешь. Это представление о человечности, о любви и об очищении своей духовности. Хочу сказать, то, что делает Шиньюнь, изумительно. Это лучший способ выразить искусство. Вот почему я прихожу сюда снова и снова. Здесь я обретаю покой». «Наряду с блеском и зрелищностью, краски и профессионализм, чудесная музыка и представления, величественная хореография – все в унисон, но при этом каждый артист исполнял свою роль. Через все это видно послание о том, что человек свободен в своей вере, ничто не может подавить ее, и в конце концов добро одержит победу над злом. Вот такое послание я получил из этого представления. Оно очень красивое». «Шиньон играет очень важную роль по всему миру. Это традиционные китайские ценности, которые подавлялись со времен коммунистической революции. Шиньон проделывает чудесную работу». «Думаю, хорошо напомнить людям, что у нас есть духовная сторона. Сейчас слишком большой акцент делается на материализме и жадности. Даже в современном Китае коррупция повсеместна. Я думаю, нам нужно напомнить о необходимости правды, праведности и того, что мы – духовные существа. Думаю, это очень важно, и это сильный аспект представления». В прошлом сезоне представление Шиньюнь, проходившее во многих странах мира, посмотрело более миллиона человек. Коллектив состоит из около ста артистов, многие из которых – победители международных танцевальных и музыкальных конкурсов. Миссия «Шиньюнь Пифо Минац» – возрождение пятитысячелетней традиционной культуры Китая. В следующие выходные концерты Шиньюнь пройдут в столице Австралии – Канберри – NTD, Сидней, Австралия. То, что создавалось пять тысяч лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращения божественной культуры. Шиньюнь. Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова